Добрый день! В читальном зале сектора литературу по дизайну открылась новая выставка. На конец зимы мы решили показать творчество великого импрессиониста Пьера Агюста Ренуара. Причем выставка, ее можно как бы разделить на два таких момента. Первое. Собраны произведения, книги, мемуары, воспоминания о жизни, исследования творчества. Очень много личных моментов. Это, конечно, великий или замечательный, скажем так, литератор, литературовед, который делал художественные биографии великих людей. Анри Перюшон. Затем нужно обязательно сказать о том, что у нас представлена на выставке книга сына художника Жан Ренуар, великий французский кинорежиссер. Он рассказывает не только о своем отце, его словечки, его встречи с художниками. Одновременно он рассказывает об эпохе, о том, какие моды были, как принимали, какие блюда делались в семье Ренуара. То есть вот эта книга окрашена большим, теплым и личным словом. И, безусловно, маленькая коричневая книжечка с названием Ренуар. Это Валар, знаменитый маршант, то есть продавец и покупатель, и перепродавец вот этих вот работ импрессионистов. Он скупал первую работу, он видел. И вот разговаривая, общаясь, он очень просто, непритязательно рассказывает о том, какой был Ренуар в жизни за Мольбертом, как он судил о литературе, о поэзии и так далее, о художниках. Ну, а второй, конечно, момент для этой выставки – это история импрессионизма. Знаменитая, вот голубая большая книжка Джона Ревалда, это считается, как бы, очень, один из самых первых крупных исследователей и очень крупный труд по истории импрессионизма. И мне кажется, любопытная книга Михаила Германа «Импрессионисты». Дело в том, что если вот Джон Ревалда рассматривает историю импрессионизма в общем контексте развития искусства, то именно Михаил Герман, наш искусствовед, доктор искусствоведения, профессор, он считает, что импрессионизм – это сугубо французское течение. Это примерно так же, как вот наши передвижники для России, был этап, и вот эта тема, она проявлялась в творчестве многих художников. Они назвали себя передвижниками. А это как раз вот выходцы из Парижа, из парижских окраин, открыли для себя пленэр и вот этот импрессионизм. То есть это спорное, может быть, какое-то явление или спорное заявление, заявка Михаила Германа. Но читать книги, каждую из этих книг читать удивительно интересно, потому что это новое знание, это новое впечатление, и, безусловно, открывается не только жизнь и творчество Пьера Агюста Ренуара, но и эпоха, эпоха, которая дала миру великих художников, великих литераторов, великих поэтов.